это все это заброшка я золотичку вторую золотичкой кайф шури кайфа либо нету в печке металла гвозь оба я проковырял шури от гвозди достал вторая золотая итак ребята всем привет сегодня интересным будет видео сюжет тем что как вы знаете я провожу стримы и мне присылают шикарные свои находки лучшие находки недели и на этот раз мне прислали полноценный видеосюжет правда он немножко ну вам сказать не цензура не адекватный никак не разберусь как видео послать правильно блин в этом телефоне вновь и обалдеть вроде снимал снимал посылаю вам видео никак не разберусь как я эту печку эти железяки доставал монетку золотую там оттуда вытащил из печки блин не разберусь ли как как правильно действовать не знаю посылаю вам видео в общем все равно я решила вам его показать факт в том что мне прислали знаки благодарности за то что мои уроки идут на пользу людям и находит достаточно хорошие приятные находки и на этот раз человек просто был на я не знаю на каком небе он нашел золотые монеты а в частности одну монету он нашел на поле по моим рекомендациям как я не рассказывал как правильно искать на полях затем он посмотрел видеосюжеты по шурфу запрошках как шурфить шурф в домах человек посмотрел заинтересовался ну и что вы думаете через месяц после того как он нашел на поле первую золотую монету 5 рублей 1898 года он нашел очередную монету тоже золотую и тоже пять рублей нашел в заброшенном доме начал шурфить я ему порекомендовал посмотреть прозвонить печи и вуаля нашел он себе очередную золотую монету тоже в печи была еще одна монета медная ну я все равно ребята очень был недоволен тем что данный человек найденные монеты решил переплавить на кулон своему сыну ну я ему говорил что эти монеты можно продать и купить несколько золотых кулонов но он оставил на своем шурик вот я приехал заброшу заброшу полы прошу видеть и потому вот в этой печи вот я начал копать вот тут двум шоу вот я выкопал а под ними пошел сигнал облик маленький я буду еще раз ковырять сейчас выпить а буду еще раз ковырять в ней что-то еще должно быть кто-то долгую песни печка значит и вот монета золото шурик моя вторая монета золотая а это не знаю давайте переброс что-ли да ну ладно а не хожу по ней заброшу все это и снова второе золотистый шоу им хожу теперь каждый угол зубика это так вот в общем эти монеты он решил переплавить я критиковал говорил ему дружище давай я тогда у тебя их куплю или же помогу тебе их продать среднюю стоимость за две монеты я ему сказал что может может выручить 20 тысяч рублей за обе монеты тот стоял на своем не хочу буду переплавлять но я говорю ну ладно это все твое дело сугубо личное дело спустя какое-то время он мне снова пишет что александр изменились планы я все же хочу ее продать но я ему сказал все то же самое что может выручить 20 тысяч за обе монеты я не врал ничего я посмотрел каталог и сказал среднюю стоимость данной монеты на что он мне ответил что хочет хочет выручить за эти монеты 50 тысяч рублей ну все я вам прикрепляю все вы видите вот факт том что некоторые люди думают найдут золото и станут богатыми нет ребят это просто обман зрение обман внушение и так далее монеты имеют свой спрос и спрос как вы видите я вам продемонстрирую все на экране а именно вы на интернет площадках на аукционе что ребят забил я в поисковике нашу монету 5 рублей 1898 года которую нашел камрад и зайдем на самую популярную интернет площадку где можно посмотреть все от и до ну давайте посмотрим смотрите есть разновидности трех вариантов вот они они предоставлены вашему вниманию средняя цена средняя цена тут видно что от 10 и 14 тысяч рублей и это разновидности у камрада я не знаю какая разновидность и проходы здесь показаны видите да ребята проходы показаны что сколько стоит затем давайте посмотрим реальные проходы именно по шкале как вы видите наша монета в принципе варьируется от 5 до 15 тысяч рублей это именно аукцион площадки довольно таки известный ее рост на золото как вы видите растет растет например такую монету в 2007 году можно было купить за 2000 рублей да да ребята спустя 10 лет эта монета уже стоит 8 10 тысяч я ничего ребят не вру вам показываю именно соотношение цены на аукционах в среднем 10 тысяч рублей как я и приду предложил камраду помочь в продаже этой монеты за обе предлагал 20000 выручить ну и здесь смотрите дальше мы видим эти монеты например от 2000 состоянии F14 1200 1900 в общем не знай не знай как получится у камрада продать эти монеты все его в руках все цены действительно реальны и не нужно делать из мухи слона что нашел золотую монету она стоит бешеных денег есть конечно экземпляры которые хороши стоит но в среднем ребят среднем все видно все наглядно вам показал ну что я вам хочу ребят сказать напоследок тем что есть счастливчики которые смотрят видео сюжеты учатся и в принципе результаты на лицо так что ребят и вы тоже можете посмотреть послушать мои рекомендации может быть и вам фортанет регулярно каждый день в личку вк в одноклассники мне пишут камрады и благодарят меня за то что преподаю вот такие интересные видео сюжеты часто меня называют учителем сансеем преподавателем гуру копа да ребята даже гуру копа ну насчет гуру копа хочу с вами поспорить а вот насчет шурфологии да ребята много чего я начал демонстрировать впервые например использовать щуп для поиска домовых ям поиска зачетных мест как щупом пользуется есть видеосюжеты можете посмотреть там все наглядно щуп действительно очень облегчают труды при поиске тех мест где могут быть хорошие находки ну для этого ребята вам нужно посмотреть именно плейлист все о шурфах там все наглядно популярно рассказано где искать какие приметы и порядок очередность весь цикл шурфирования так что заходите учитесь и как этому камраду возможно вам повезет на этом я закончу свой короткий небольшой такой видеосюжетик порадовались за откопано очередное золото ну а хозяин пусть решает 50 тысяч он вряд ли из-за них выручит это сто процентов приятно лучше держать синичку в руке чем журавля в небе на этом и все всем пока до новых встреч и таких зачетных сигналов под катушку пока субтитры сделал DimaTorzok